Социально опасные люди как раз таки держатся особнячком, они не дружат. Итак, переходим к рассмотрению тех тем, которые я сегодня для вас подготовила и жду вашего, конечно, участия. Первая тема, к чему приводят необдуманные действия в момент разрыва отношений. Давайте рассмотрим ситуации, которые происходят в момент, когда женщина понимает, что на волоске держатся их отношения. Ссора, размовка, скандал, конфликт. Я вам хочу сказать, что часто женщины могут отмечать, что мужчина даже где-то придирается. И предъявляет женщине больше, чем, так скажем, ситуация показывает на самом деле. Поэтому очень часто женщины отмечают, он нашел очередную причину конфликтовать со мной. Знакомая ситуация? Отметьте каждый свою в момент разрыва отношений. Как женщина себя ведет? Подумайте, я сейчас предложу вам свои версии о том, что я знаю об этом. И вы, пожалуйста, дополните мои ответы. Итак, как женщина себя проявляет в момент, когда он собирается уходить? Заискивает. Совершенно верно. Оправдывается. Совершенно верно. Он критикует. Он критикует. Я обижаюсь. Правильно, Елена? Отлично. Отлично. Что еще? Женщина падает ему в ноги. Бывает и такое. Я беру крайнюю ситуацию, но бывает и такое. Женщина падает в ноги. Агрессия. Да, сейчас правильно будем говорить. Не уходи. Падает она ему в ноги. И просит его о том, чтобы он сказал, что сделать, чтобы он остался. Женщина предлагает или женщина говорит, сейчас лягу трупом и уйдешь только через мой труп. Я знаю очень многие ситуации, когда подростки покидают дом, мамы делают то же самое. Да? Агрессивное поведение. Какое агрессивное поведение? Женщина впадает в истерику. Правильно? Женщина даже не осознает, что с ней происходит. Женщина подвержена такому агрессивно-истеричному состоянию. Она может швырять в него вещи. Она может бить его, обзывать, ругать. Правильно? Подобным образом она себя ведет. Шантажировать. Правильно. Если ты сейчас уйдешь, я с собой что-нибудь сделаю. Или если ты сейчас уйдешь, забудь о детях. Ты их не увидишь. Или забудь о том, что наша общая нажитая, ты останешься ни с чем. Или я тебя обберу до нитки, говорит женщина, когда уходит богатый мужчина. Женщина шантажирует. Женщина угрожает, обвиняет, оскорбляет, убеждает, кидается в убеждение. Ведь лучше у тебя никого не было, у меня никого не было. Ведь нам лучше всего быть вместе. Правильно? Женщина пробует любые способы, начиная от шантажа и угроз, заканчивая жертвенно-манипулятивными способами и действиями. Далее, что делает женщина дальше? Она провоцирует ревность, как следствие, она делает попытку, ага, раз ты так, пойду тебе изменять. И все, и женщина у нее перекрывает, она пошла и делает свою жизнь, то есть ищет себе приключений и ищет, что она знает, она хорошенькая, сексуальная, она потрясающе выглядит, она хороша с собой, она мстит мужчине. Да? В порыве ревности. Пытаясь вызвать ревность у него. Или она ведет себя так, что она отвечает на звонки своей сопернице через его телефон. Она берет его телефон, выискивает ее, или сама ее набирает, или дождается, пока та наберет, и говорит ей. Вещи, которые той женщине могут не понравиться. Например, он мне все о тебе рассказал. Он смеется над тобой. Мне жаль тебя. И он тебя жалеет. То есть женщина использует ложь. Дальше, что еще делает женщина? Выслеживает мужчину, куда он ходит. Пристает к нему, цепляется. Вызванивает. Просит прощения. Просит встречи. Хочет что-либо объяснить. Знаком вам весь этот набор механизмов по воздействию на мужчину, на любимого человека? Подсылает ему третье лицо, просит третье лицо поговорить с ним, выяснить причины ухода и то, что он себе там думает. Фактически женщина полностью погружена в тот процесс. Схватить и удержать в тот момент, когда страх ее, настолько велик страх потери, что она даже не способна совладать с собой. А почему? Почему женщина себя ведет таким образом? Ведь мы же все понимаем спустя время, что эти методы проигрышны. Ведь все же это понимают. И чем более активно женщина в позиции схватить и удержать, тем более, скажем, тем сильнее противостояние того мужчины, над которым женщина вот так давлеет. Со мной согласны? Почему? Спрашивает Инна. Что почему? Почему женщина так себя ведет? Во-первых, страх. Страх потери. Во-вторых, она понимает, что он единственный, тот, кто делал ее счастливой. Страх перед одиночеством. Мы об этом говорим в других прямых эфирах. А почему мужчина обратно пропорционально противостоит женской активности? Я вам хочу сказать следующую вещь. Мужчина по мужской, своей, по своей конструкции, это тот, который никогда не станет жертвой. Я объясняю это подробно на вебинарах. Мужчина никогда не станет жертвой. Чем больше давление, тем больше сопротивление. Вы поймите. Он может допустить быть преследуемым. Но чем больше это давление, это преследование, тем больше он будет уворачиваться. Потому что для него это война. Для него это, причем война без правил. Поэтому женщины часто обвиняют мужчин в том, что он безответственен, он негодяй. Он воспользовался всем и наплевать ему на все. То есть женщина его обвиняет в предательстве и еще в чем-либо. А мужчина просто, когда женщина вступает вот в эту борьбу за любовь, мужчина просто защищается. Это его естественное, инстинктивное проявление. Мужчина реагирует. Я всегда объясняю нам всегда на любимых. К чему приводят ее действия? Те, которые мы сейчас перечислили. Если она была в браке, она остается одна. Если она была в паре, в итоге она остается одна. Если она ждала предложения от него о замужестве, она опять остается одна на долгое время. И даже если вы умудрились, или кто-то из ваших подруг, или кто-то из ваших знакомых умудрился каким-то образом вернуть мужчину с помощью манипуляции, шантажа и требований, поверьте во мне, эта женщина счастливой чувствовать себя не сможет. Потому что мужчина в таком, под таким прессингом, когда он вынужден для себя понять, что «Ага, уйти я не могу» и должен с ней оставаться, он вынашивает в себе внутреннюю вражду и злобу к этой женщине. Фактически, та женщина, которая мужчина берет силой, она наживает себе врага. И в этом смысле его сопротивление равносильно газовому баллончику. Чем больше он терпит, тем больше скопление вот этой агрессии и сопротивлений. И в какой-то момент это давление разорвет. Его, ну так скажем, его психологически вынесет, или он пойдет там, я не знаю, в алкоголизм, или он пойдет все равно по женщинам, будет возвращаться, но будет ходить по женщинам, или еще что-либо. То есть фактически получается, что мужчина под воздействием, под давлением, под каким-либо нажимом никогда не сможет сделать вас счастливой. И это нужно понимать. Почему у женщины не получается сделать жизнь счастливой? Почему? Потому что она не знает, как себя держать, она не знает, как себя вести, она не знает, что говорить, где промолчать. И действует посредством проб и ошибок. Вот, а если я его так сделаю, а если я ему так сделаю, а если я ему так... Понимаете, подобная ситуация, когда женщина не знает, как себя вести с мужчиной, мне напоминает историю. Каждая женщина, ведь каждая женщина по своей сути стремится к чему? К взаимной любви и ощущению стабильности счастья и того, что рядом с вами покровитель. Правильно? Правильно. Но в итоге, получая негативный опыт, женщина вообще перестает думать, что от мужчины, по сути, есть польза какая-то. И из одной истории отношений в другую, женщина находит для себя только негативный. Негативный опыт, через который она понимает, зачем мне эти мужчины? То есть она не понимает, она делает выводы. Она понимает, что отношения не складываются, и то, что она ожидает, она не реализует. А вкладывает она много, она вкладывает душу, свое сердце, свое время, свой ум. Поэтому очень часто женщина вкладывает материально, а в мужчину вкладывается. Но что это в итоге ей приносит? Как вы думаете, почему женщина берет неправильное направление? Неправильный путь. Почему женщина берет неправильное направление? Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok